Приветствую вас! Интересно вы задали вопрос. Выразить свои чувства в письме можно и нужно. Очень, знаете ли, романтично, очень, знаете ли, необычно, эффектно будет выглядеть такое, блин, такое вот признание. Но, как писать письмо? Что писать в письме? Знаете, думаю, что вам нужно вот все ваши чувства забрать в образ. Придать образ чувств. Например, я, то есть вы, женщина, я от вашего имени говорю, как ручеек попала на берег, скажем, или встретила берег. И я попала в залив этого берега и поняла, что мне в этом заливе прекрасно, тепло, легко, спокойно, защищено. Это залив, это твои объятия, в которых я мечтаю оказаться. Взгляд, это солнце, которое греет меня своими лучами. Улыбку, там, это свет, который освещает мне путь. Ну и так далее. То есть, ваше чувство необходимо выразить через образ. Раз вы пишете, пишете, ну, что-то. Вот это что-то, это что-то, можно, нужно, как-то оформить. И это оформление будет тем, что вы сами для себя выберете. Можно не, там, не водичка и берег. Можно что-то другое. Например, луна и солнце. Вы будете тренировать себя с луной. Как будто вы говорите, что вот вы мечтаете о том, чтобы встретиться на нас по слову с солнцем. Но не можете этого сделать. Вы надеетесь, что так. Вот через письмо солнце узнает о том, что это вы. Или напишите небольшой рассказ о том, что жила-была маленькая девочка, которая, там, всю жизнь искала что-нибудь дорогое, светлое, ценное и так далее. Девочка росла, росла, росла. И она всю жизнь искала. И ее поиски недавно закончились. Она нашла что-то, что сделало ее полной. Что наполнило ее любовью, нежностью, светом, гармонией, теплом. И это что-то в ваших машинах. Не думаю, что их имеет смысл, а письмо писать слишком большим. Чем менее оно объемно, тем более оно лаконично, тем легче, лучше, ярче, прежде чем поможет мужчина. Вот таков ответ на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, потому что дополнения в публичном вопросе проходят незаметно. И на них, скорее всего, вам не ответит никто. В том числе и я. То есть, если вопросы появятся, пишите их ко мне в личку или в личку другим экспертам. Так вам будет проще получить дополнение к своим вопросам. По поводу анонимности, не беспокойтесь. Профессиональная этика как бы запрещает нам распланировать сведения полученных клиентов. На этом все. Надеюсь, что если вам понравился мой ответ, вы оцените его как лучший. Спасибо.